80 лет со дня окончания битвы за Кавказ отметили в Махачкале. Международная конференция с участием гостей, представителей органов исполнительной власти и общественных организаций прошла в Доме дружбы. Что сыграло немалую роль в победе над фашистской Германией и о чем говорили на конференции, расскажет Джамиля Мутаева. 442 дня и ночи. Ровно столько длилась битва за Кавказ. Одна из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. 25 июля 1942 года началась оборона Кавказа. В этом году исполняется ровно 80 лет со дня его освобождения от фашистских захватчиков. В Кавказской битве были огромные трудовые подвиги наших народов. Здесь были формирования добровольческих отрядов. Здесь люди отдавали последние свои ценности, драгоценности, деньги для того, чтобы помогать красноармейцам. Здесь располагались госпитали для того, чтобы подправить здоровье, отправить обратно на фронт. Здесь, на территории Нагайского района нынешнего, происходили активные боевые действия. И все это вместе, как всегда в истории бывало, показало единство народов, населяющих Кавказ. Вопреки ожиданиям гитлеровцев, кавказские народы проявили высокую степень единства и сплоченности. Это сыграло большую роль в победе над фашистской Германией. На защиту Родины встали люди разных национальностей и вероисповеданий. В рамках конференции также отметили 30-летие Союза женщин Дагестана. Руководители организации Интизар Мамутаеву поблагодарили за многолетний труд, чуткое отношение к проблемам женщин и активное участие в их судьбах. Джамиля Мутаева, Саид Кутиев, Паризат Курбанова и Юсуп Газиамаров. Время новостей.